Около трех лет назад судьба привела Марию Васильевну Кожевникову в поселок Полосинский фаштатского сельского поселения. Сейчас нашей героине 90 лет, но она по-прежнему молода душой, а ее глаза излучают свет и задор. Визит гостей стал для именинницы большим и очень приятным сюрпризом. Она с трепетом и волнением выслушала каждое теплое поздравление, прозвучавшее в ее адрес. Спасибо вам за внимание. Вы знаете, от радости аж дыхание прекращается. Честное слово. История жизни Марии Васильевны началась 3 сентября 1927 года в Кизиле. Когда родители поженились, у них уже были свои дети. Маленькая Маша стала шестым ребенком в семье. В годы войны наша героиня вместе с матерью работала в детском саду воспитателем. На протяжении всей беседы с уст Марии Васильевны не сходила единственная фраза. У нас очень дружная семья. Дети, внуки и правнуки – самое ценное, что есть в ее жизни. Я считаю, что я счастлива. Правда. Вы знаете, вот вчера приехали, так все бабуленько-бабуленько. Ну, правда, вот радостные. Даже секретом своего долголетия Мария Васильевна посчитала спокойствие за то, что у детей все хорошо. Следующая героиня встретила нас в поселке Петропавловский. Здесь Вера Максимовна Сарычева живет с 1952 года. Девочка родилась 4 сентября 1927 года в Тамбовской области. Сейчас юбиляше тяжело вспоминать годы войны. Приходилось обучаться любой работе. Юные девушки пололи пшеницу, выращивали табак, вязали рукавицы для солдат, жили в голоде и нищете. Но Вера Максимовна Сарычева, как и весь советский народ, выдержала все тяготы военного времени. Траву всю собирали. Наберем охапку, сядем возле дома после работы и давай, и едем. Плохо было, шибко плохо. Но все равно выдержали. Особенно тяжело Вере Максимовне дались воспоминания о том дне, когда все узнали об окончании войны. В свои 90-е именинница признается, что раньше вела активный образ жизни. Сейчас уже здоровье не то. Стало болеть сердце. Я и работала, и в лес схожу. И где пешком ходила, рыбачила. А в лес, сейчас так бы походила, грибочки пособирала бы. У Веры Максимовны пять сыновей, 11 внуков и 17 правнуков. Семья очень бережно и трепетно относится к любимой бабушке. А именинница счастлива, что у нее такая хорошая и дружная семья. Управники приедут, целуют мне губы. Нет, не болят, что я старая. Вот. Обнимают и поедут, и обнимут. Хорошие ребятишки все. И сыновья хорошие. Сноха меня стирают. Вот. Второго сына. В бане мне, как ребенка, меня намоют. Все пальчики мне выперят. Вот. Не обижаюсь. Все хорошо, дочка. Вот сколько у нас их много, у наших внуков, у нее правнуков сколько много. Всех дату рождения до одного помнить. Это память хорошая. И никого не обходит стороной никогда. На день рождения какой-нибудь подарочек всем. Обязательно. Грустно осознавать, что с каждым годом наших ветеранов становится все меньше. Они – наша гордость, наша история. Их рассказы о тяжелой жизни в военные годы никого не могут оставить равнодушными. Несмотря на все прошедшие трудности, они счастливы и ни о чем не жалеют. Рядом любимые и родные люди, которые всегда и во всем помогают. В первую очередь – здоровье. А внимание у нас со всех есть, со всей стороны есть. Со всех. В первую очередь – здоровье, здоровье, здоровье. В свою очередь юбиляши обратились к молодому поколению. Они пожелали счастья, хорошей и правильной жизни. Молодому поколению пожелало мира, любви друг к другу, уважения и хорошего поведения. Мужу для жены радость, чтобы была жене для мужа, чтобы была радость. Вот, и для детей. Ведь когда семья нормальная, спокойная семья, и все и радость и родителям, и детям тоже.